МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер, уважаемые жители городского округа. Прежде всего, давайте разграничим зону ответственности. Расскажите, чем именно занимается МОПК ЖКХ и с какими вопросами телезрители могут обращаться сегодня? Наша компания занимается эксплуатацией многоквартирных жилых домов на территории Ленинского городского округа. Мы в первую очередь занимаемся санитарным содержанием, текущим ремонтом, общей эксплуатацией жилого фонда. Я готов ответить на любые вопросы, которые поступают в области ЖКХ. Думаю, что вопросов будет немало. Телефоны на ваших экранах, мы их с нетерпением ждем. Давайте начнем с не очень приятного момента о задолженности наших жителей. Знаю, что она достаточно приличная. Как обстоят дела с платежами? Вовремя ли люди платят или все-таки нет? Здесь уровень собираемости – это понятие относительное. Если смотреть ретроспективу, за последние 5 лет уровень собираемости квартплаты у нас составлял от 92 до 98%. В среднем порядка 95%. 2020 год у нас был ковидный. Были ограничения определенные у жителей. Соответственно, за прошедший год сумма, процент собираемости составила 88%. То есть это ниже, с одной стороны, чем до этого был. С другой стороны, не намного ниже. Однако здесь очень большую работу мы провели в 2020 году. Обращались в суды, в кредитные организации, плотно взаимодействовали со службой судебных приставов. То есть фактически собираемость была порядка 80%, и вот 8% это мы самостоятельно досудебно взыскали. Если говорить в цифрах, о какой сумме идет речь? Сколько сегодня жители должны МУПУКа, ЖКХ? Ну, это серьезная сумма. Порядка 450 миллионов рублей. Вот эти задержки, как они отражаются на вашей работе, на предоставлении услуг? Ну, это очень негативно отражается. Здесь есть два основных момента. Это первый момент. Это то, что порядка 60% от суммы квартплаты, эти денежные средства, мы обязаны передать дальше. То есть поставщикам электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, водоотведения, за услуги домофона, за услуги антенны, за мусор и прочее. Вот, соответственно, нам остается порядка 40% от непосредственной суммы квартплаты. Значит, из этих 40% основную сумму, естественно, там составляют постоянные затраты, это заработная плата, там собственные нужды предприятия. Вот, и существенная часть это текущий ремонт, который мы проводим. Соответственно, вот в таких случаях, как вот в этом году, в 2020, собираемость там очень сильно падала, и вообще профиль собираемости был несвойственный. Вот, и из-за этого у нас возникают трудности в финансировании программы текущего ремонта. То есть мы не можем понять, на какую собираемость мы выйдем, и какой объем работ мы сможем в этом году осуществить. Это первое. А второе, это как бы основное, то, что ту сумму, то есть 60% от суммы, которая в ЕПД указана в едином платежном документе, мы должны перечислить ресурсы наджающим организациям. Естественно, им не интересно, какой уровень нашей собираемости. Они хотят получить в полном объеме эти денежные средства. Соответственно, мы оплачиваем из нашей доли. Вот, поэтому нам приходится ужиматься. А наша работа, это то, что в первую очередь видят жители. Это качество уборки, качество текущего ремонта. То есть это те проблемы, с которыми жители каждый день сталкиваются. Соответственно, мы вынуждены решать тот же вал проблем, но используя гораздо меньше средств. Вообще, какие сегодня у человека существуют возможности оплаты? То есть бывает, что человек не хочет быть должником, но он утром уже на работе, вечером еще на работе, у него просто нет времени. Вот как можно оплатить? Здесь абсолютно с вами согласен. У нас сейчас век цифровых технологий, тем более, учитывая то, что 2020 год, он во многом дистанционно проходил. Мы расширили количество способов, которыми можно оплатить квартплату. В первую очередь, это нужно отметить, нашим платежным агентом является Мособл ЕРЦ. Соответственно, квартплату можно внести как в непосредственных отделениях Мособл ЕРЦ, так и через личный кабинет Мособл ЕРЦ, то есть либо на сайте, либо в мобильном приложении. Также в адрес Мособл ЕРЦ можно оплатить практически во всех мобильных банках. То есть в ключевых, там, Сбер, ВТБ, Тинькофф, Альфа, Райфайзен, везде есть в личном кабинете возможность оплатить. Во многих банках даже без комиссии. По нашим квитанциям долговым, это долги за предыдущие периоды, потому что партнерское соглашение с Мособл ЕРЦ мы заключили с 1 февраля 2020 года. Соответственно, те долги, которые возникли до 1 февраля 2020 года, они оплачиваются непосредственно в наш адрес. Поэтому мы подсмотрели, как работает Мособл ЕРЦ. То есть можно оплачивать как в банке, так и удаленно. То есть через мобильные приложения банков, либо через онлайн-банки. Кроме этого, можно оплатить услуги как кредитной картой, так и наличными через терминал оплаты, который расположен в наших офисах. Тоже без комиссии, это все оплачивается. Кроме этого, мы периодически делаем рейды по должникам с переносными терминалами, и, соответственно, должники могут картой кредитной оплатить. А что такое вообще понятие «должник»? Сколько человек должен задолжать, чтобы уже считался таковым? Или за какой-то период он не оплачивает? От какой суммы вы отталкиваетесь? Ну, здесь законодательство установило сроки, в которые должна поступить оплата, то есть в течение пяти дней после получения платежного документа. И, то есть, фактически, уже как только этот срок прошел, человек является должником. Ну, как правило, там мы знаем, может быть, какие-то там ситуации, когда срок платежей задерживается на один-два дня. Ну, у нас есть 253 злостных должника, которые более года не оплачивают услуги ЖКХ. Как бы с ними мы персонально работаем. Ну, а в целом, как бы досудебная работа и уже судебная работа, мы выходим, начиная с трехмесячной задолженности. То есть, до этого мы можем там обзванивать. Долговая квитанция получает должник. После трех месяцев уже мы начинаем досудебную работу. Начали поступать вопросы к нам. Там житель дома 18 по Петровскому проезду, это второй подъезд, пишет, что провалилось крыльцо подъезда и просит принять меры, пока никто не сломал ноги. Примем меры, разберемся обязательно. Сейчас не готов прокомментировать, потому что не видел, и в нашу диспетчерскую жалобу не поступало до этого. Ну, разберемся. Я думаю, завтра мы предпримем какие-то аварийные мероприятия, чтобы там восстановить это крыльцо. Ну, а, соответственно, если жители примут решение о проведении каких-то ремонтных работ, реконструкций или там текущего ремонта входной группы, то мы готовы там с улучшением погоды это сделать в летний ремонтный период. Юлия Иванова, жительница одного из домов, но, к сожалению, адреса нет, домов по ПЛК, пишет, что дому 40 лет, не менялись ни разу стояки холодной и горячей воды. Как это осуществить, как сделать? Ну, если мы говорим о смене внутренних инженерных систем полностью, это у нас относится к работам капитального характера. Вот они осуществляются фондом капитального ремонта Московской области. Соответственно, мы, к сожалению, не знаем адреса. И, соответственно, фонд капитального ремонта планирует график работ на три года. Сейчас вот до 22 года определен порядок проведения работы капитального характера. Соответственно, если есть острая необходимость, житель может обратиться там и как в фонд капитального ремонта, так и в наш адрес. Мы, соответственно, обратимся в администрацию фонд капитального ремонта с ходатайством о включении данного адреса. Здесь, к сожалению, это на решение фонда капитального ремонта. Но, тем не менее, мы можем инициировать эту работу. Вернемся к теме должников. Вы упомянули, что работаете, в частности, даже индивидуально. Совсем недавно мы сняли сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас имеется небольшая задолженность по коммунальным платежам? Елена – добропорядочный плательщик коммунальных услуг. Но и у нее случаются непредвиденные ситуации, когда происходит просрочка ежемесячного платежа. Сегодня она была приятно удивлена, когда на пороге своей квартиры увидела сотрудника управляющей компании с терминалом для оплаты услуг ЖКХ банковской картой. Удобно, да, потому что, опять же, не все жители, ну, у нас есть и такие, которые возрастные, то есть им тяжеловато, может быть, добраться по некоторым причинам. Вот поэтому, да, это удобно. Такую услугу в муниципальной управляющей компании ввели недавно. Связано это с ростом количества должников. Все жители получают коммунальные услуги. Добросовестные плательщики, они должны страдать из-за того, что кто-то из их соседей не оплачивает данные услуги. Пользуются ей все. Поэтому платить, конечно, это обязанность, которая предусмотрена жилищным кодексом Российской Федерации. Управляющая компания МУПа КЖКХ обслуживает более 550 домов по всему Ленинскому городскому округу. Задолженности жильцов напрямую влияют на качество предоставляемых услуг. Поэтому так важно оплачивать счета вовремя. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. — Михаил Михайлович, скажите, а можно расплатиться в данном случае только картой или наличные тоже принимают? — К сожалению, пока только картой. — И тем не менее, и это очень удобно. Но все-таки у этой ситуации есть обратная сторона медали. Могут активизироваться, например, мошенники, которые будут под видом ваших сотрудников приходить к жителям. Скажите, как распознать сотрудника МУПа КЖКХ? Он должен предъявить документы, особенно пожилые люди, чтобы не попали к сожалению? — Во-первых, наши сотрудники в спецодежде, вы видели, как главный инженер, брендированная форма. Кроме этого, у всех сотрудников есть удостоверение. Ну и как бы основное, мы, как правило, эту работу наши участки осуществляют. Соответственно, жители должны своих техников знать в лицо, хороших техников, кто работает, и мастеров. Соответственно, я думаю, что они их знают. — То есть это приходят сами мастера, которые обслуживают этот участок, да? — Да, да. — Как-то предварительно звонки поступают? — Нет, звонки, естественно, поступают в рамках досудебной работы, мы напоминаем. Но по конкретным должникам к ним приходят сотрудники. Потому что это, во-первых, человеческий фактор, во-вторых, трудозатраты, плюс мы платим комиссию банковскую для оплаты карты. То есть мы каждому жителю не можем приходить, это очень дорого. — Вообще, как давно эта практика появилась и насколько она эффективна? — Ну, практика эта появилась в конце лета прошлого года, 20-го. Ну и таким образом мы собрали порядка 4 миллионов рублей. — То есть это в общей, если как-то в процентах выделили, это общая собираемость долгов, существенная доля или? — Ну, в плане именно собираемости долгов, то это порядка 5%. — Давайте поговорим о льготах при оплате за ЖКХ. Кто имеет на это право? — Ну, существует льготная категория населения. Это многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды, малоимущие. Они имеют право на получение так называемой жилищной субсидии. То есть это субсидия, которая покрывает часть расходов на квартплату. Соответственно, для ее получения необходимо обратиться в отдел жилищных субсидий администрации городского округа, который расположен непосредственно в здании МПУК ЖКХ на ПЛК-23, корпус 3. — Если говорить в плане льгот, знаю, что у вас еще есть рассрочка. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто может воспользоваться? — Рассрочка предоставляется должникам для того, чтобы они могли погашать более или менее удобно. Потому что наша задача, прежде всего, обеспечить получение текущих платежей. Соответственно, если сумма задолженности довольно крупная, то мы готовы пойти на рассрочку, как правило, до 6 месяцев. В индивидуальных случаях готовы рассмотреть и более. При условии, если житель будет оплачивать в полном объеме текущие платежи. — А вообще, что грозит человеку за неоплату ЖКХ? — Неоплата, неважно, ЖКХ или другие долги, это долг. Соответственно, в начале досудебно мы будем звонить, рассылать розовые наши долговые квитанции. Соответственно, это просто какие-то бытовые неудобства жителю будет доставлять. Затем мы начинаем судебную работу после направления досудебных претензий. И после того, как у нас появляется судебный приказ, соответственно, мы можем этот судебный приказ предъявить в адрес должника через службу судебных приставов. Соответственно, это будут арестованы банковские счета. Может быть арестована, если достаточно крупная сумма, автотранспорт. Ну и в некоторых случаях может быть ограничен выезд за границу. — Продолжают поступать вопросы жители ПЛК «Надежда», ПЛК «Дом-37». Жители всегда правильно рассчитывают счетчики, однако приходит высокая квартплата, так как Домоуправление неправильно ее пересчитывает. Много раз жители обращались, однако никаких изменений не происходит. Можете прокомментировать ситуацию? — Ну, так сходу тяжело прокомментировать ситуацию. Я записал адрес ПЛК «37», мы разберемся, в чем ситуация. Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что квитанции в декабре, они раньше положенного срока были выставлены. И, возможно, показания приборов учета просто не вошли. Соответственно, они будут отражены в январской квитанции. — Я так понимаю, что здесь все-таки о какой-то постоянной недоработке речь. — Ну, мы проработаем этот вопрос, а вместе с Мособл ЕРТ, с нашим платежным агентом, разберемся в ситуации. — Еще один вопрос от жительницы этого дома, Екатерины. Вот активные жители в этом доме проживают. Спрашивает, очень давно не было ремонта. Кроме того, дом нуждается в утеплении фасадов. Могут ли рассчитывать в ближайшем будущем жители на ремонт и утепление фасадов? — ПЛК-37. Этот дом включен в программу капитального ремонта Московской области до 2022 года. Если мне не изменяет память, там планируются работы по капитальному ремонту кровли и внутренних инженерных систем. То есть, вот эти работы будут осуществлены фондом капитального ремонта, вот в счет оплаты капитального ремонта. Вот если есть какая-то необходимость дополнительных работ, вот мы проработаем со старшей по дому. И если жители примут такое решение на собрание собственников, мы готовы там в рамках текущего ремонта осуществить все необходимые работы. — Татьяна, жительница дома Лемешко, 32, пишет, что дому больше 70 лет и в подвале гниют доски. Жители боятся, что квартира просто провалится. Как-то можно решить этот вопрос? Татьяна оставила свой номер телефона. — Ну, я тогда после эфира возьму контакты, и мы посмотрим, что можно сделать. — Видновчанка Лидия Викторовна пишет, что говорили о маленькой собираемости. Получается, одни не платят, а с других собирают больше. Почему не принимаются какие-то меры по решению этого вопроса? Такая несправедливость получается. — Я абсолютно с этим согласен. Добропорядочные жители не должны платить за должников. Я абсолютно с этим согласен. Поэтому мы делаем возможность оплатить более удобной. Проводим досудебные мероприятия, судебную работу. С 1 января этого года ограничили постановление, которое нам запрещало отключать. Ограничивать подачу жилищно-коммунальных услуг должникам. Соответственно, в этом году мы начнем ограничивать подачу электроснабжения, других видов ресурсов в адрес должников. И уверен, что это также повысит собираемость. То есть мы работаем все, практически все мероприятия, которые возможны, мы реализуем. Что-то только учимся, что-то уже в нашем арсенале давно. Но мы расширяем возможности этой работы. Просто я еще хотел бы отдельно остановиться на вопросе. Все эти мероприятия, судебная работа, досудебная работа, то, что мы в сюжете видели, работа с мобильными терминалами, это все дополнительные затраты для МУПа. То есть, если, например, даже говорить просто о судебной пошлине, государственной пошлине, которую мы платим, чтобы отсудить у должников, мы в прошлом году порядка миллиона рублей потратили. То есть эти денежные средства, они как бы не учтены в тарифе. То есть это наши дополнительные затраты, чтобы повысить собираемость. Но вообще вот все-таки платежная дисциплина улучшается или ухудшается, по-вашему? Ну, если говорить в целом, вот я уже сказал, что там за предыдущие годы средняя собираемость была 95%, в 2020 году 88%. То есть собираемость снизилась, с одной стороны. Но с другой стороны, если смотреть в целом по округу, по Московской области, вот наш показатель, он один из лучших. Ну, может быть, не один из лучших, но там в верхние 10% это точно. Жительница пятого дома по проспекту Ленинского комсомола Лидия Викторовна пишет, что в четвертом подъезде с 4 по 12 этаж нет горячей воды. Обращались несколько раз с этой проблемой, но диспетчерская кормит завтраками. Тоже попросили принять меры. Ну, примем меры, обязательно отработаем этот вопрос. С вопросами пока все. Вот давайте перейдем к другой теме. У вас, я знаю, что работает колл-центр уже несколько лет, причем где жители вот точно так же могут позвонить и задать вопросы, и, наверное, достаточно быстро получить ответ. Опять же, у нас есть сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим и уже более детально обсудим. Колл-центр муниципальной управляющей компании был запущен в конце 2018 года. Сейчас его сотрудники принимают более 100 звонков в день. Сюда жители могут обращаться по любым вопросам, связанным с работой УК. Наиболее популярные темы – начисление за жилищно-коммунальные услуги, поверка приборов учета, уборка территории, содержание общедомового имущества, аварийные случаи. Ряд вопросов, конечно, снимает колл-центр. Людям проще дозвониться, потому что это многоканальный телефон. То есть не нужно ждать, когда специалист пообщается с одним гражданином, соответственно, линия будет в ожидании. Это сняты, естественно, жалобы. Людям проще дозвониться, спросить, получить квалифицированный ответ, нежели писать различные, скажем, инстанции жалобы. И, соответственно, быстрее решаются их вопросы. Последнее время среди жильцов все больше тех, кто имеет задолженности по оплате коммунальных услуг. Представители управляющей компании связывают это с сезоном праздников и отпусков. На сегодняшний день эта тема звонков наиболее актуальна. Сотрудники колл-центра помогают людям разобраться, с чем связаны внушительные суммы в жировках. Сейчас буквально был звонок. Мама приехала к нему в гости и увидела, что там у него долг, сто с лишним тысяч. Конечно, она в шоке. И она говорит, я сейчас не могу заплатить, как это можно делать? Естественно, они идут к нашим юристам, они дают им рассрочку платежа, и они постепенно платят. Рассрочку управляющая компания может предоставить на шесть месяцев. Собственником жилья заключается специальное соглашение, в рамках которого человек обязуется закрыть долг в течение этого срока. Законодательством предусмотрено, если житель не оплачивает услуги, можно его ограничить. Предоставление коммунальной услуги. В связи с ковидными ограничениями было принято решение в 2020 году данную работу управляющей компанией не проводить. В настоящее время данные ограничения сняты, и мы в самое ближайшее время начнем эту работу заново проводить. Представители муниципальной управляющей компании стараются найти контакт с должниками и помочь им выплатить долг, не доводя ситуацию до крайних мер. Юлия Погосян, Кирилл Абанов, Елена Кошелева, ВиднетВ. Юлия Погосян, Кирилл Абанов. Очень полезен колл-центр данный. В основном, так как он работает в рабочее время, он отвечает на вопросы, связанные именно с начислениями, с оплатами за должность. Этот номер у нас указывается в долговых квитанциях. То есть он в первую очередь ориентируется именно на эти вопросы. Но, естественно, если поступают какие-то другие вопросы, они также фиксируются. Потому что для каких-то аварийных и других целей у нас существует круглосуточная диспетчерская служба, куда можно обратиться по вопросам аварий, либо каким-то другим. Вот и у нас продолжают поступать вопросы, причем иногда они дублируются. Видимо, такая общая проблема. Вот дом по ПЛК-2, корпус 1. Почему в платежках постоянно ошибки? Опять же, ПЛК-3 не могут дозвониться до МОСОБЛ-Ирцев. Китанцы суммы в каждой квартире на полторы-две тысячи повышены. Люди просят взять этот вопрос на контроль. Видимо, не разовая ситуация. Сейчас есть определенный всплеск по начислениям. Но я уже отвечал на этот вопрос. Я в первую очередь связываю это с декабрьскими платежами. Естественно, мы стараемся разбираться в каждой ситуации. Если действительно есть какие-то вопросы, то мы будем следить, чтобы МОСОБЛ-Ирц в следующих периодах проводили перерасчеты. В любом случае, эта ситуация прозрачная. Даже если она не решилась прямо сейчас, то мы сможем понять, откуда она возникла. Но на самом деле, если обнаружена ошибка, как она исправляется? Человеку меньше начисляется? Какая дальнейшая ситуация? В едином платежном документе за следующий период житель увидит поступление платежей своих. Если платежи не были учтены. Если же были неправильно проведены начисления, то он увидит изменения в начислениях в графе перерасчет. То есть с минусом будет заминусована определенная сумма. Еще один вопрос поступил. Куда расходуются денежные средства, которые ЖКХ получает за оплату? Денежные средства расходуются в два основных направления. Первое, это то, что я уже сказал, в адрес ресурсно-обжающих организаций оплата производится. То есть это МОС «Энергосбыт», МОС «Облгаз», МОП «ПТО ГХ» Ленинского округа. В первую очередь основные платежи выходят туда. То, что остается, это расходуется на ремонтные программы в рамках текущего ремонта. Ну и, соответственно, на деятельность самого МОПа, на оплату труда дворников, инженерно-технического персонала и прочее. Давайте подробнее на ремонтных программах остановимся. Одна из них – это ремонт подъездов. Предлагаю посмотреть наш материал и тоже подробнее уже обсудить ситуацию. МОС «Энергосбыт» Сколько жителей, столько и мнений. Очень удобно, когда есть совет дома, есть председатель. Он коллегиальное мнение высказывает в адрес управляющей компании и потом управляющая компания все это исполняет. На следующей неделе мы с техником управляющей компании проходим по всему дому, по всем подъездам. Составляем дефектную ведомость. Помимо того, что покраска, ремонт плитки, замена всех кабелеканалов, у нас еще будет ремонт отмозков. Всего в 2021 году муниципальная управляющая компания планирует отремонтировать порядка 20 своих подъездов. Шесть подъездов будет отремонтировано за счет бюджета. Софинансирование будет из бюджета Московской области. Остальные 14 подъездов за счет средств жителей. Содержание капитальный ремонт. А такими эти подъезды могут быть после ремонта. Это креативное решение. В прошлом году реализовали жители школьной 81. Модный цвет стен, выбеленный кирпич, хромированные поручни. У нас в доме проживает замечательная девочка-архитектор. Сильно Марина Анатольевна. Она предложила нам свою помощь в выборе цвета, краски, в выборе, в подборе материалов. Ну и за работу. Представители МОПУК ЖКХ стараются тесно взаимодействовать с жителями, чтобы всегда добиваться лучшего результата. Этот и другие подъезды показывают, что мы можем практически любой сложность ремонтной работы выполнить. Мы с своей стороны готовы. Мы готовим фотоматериалы, чтобы на примере этого и других адресов жители могли посмотреть, что вообще бывает. И сколько это стоит. Я вообще думаю, что по итогам ремонтной кампании 2021 года мы сделаем какой-то бренд-бук, чтобы наш стиль узнаваем был. Михаил Михайлович, мы уже слышали, 20 подъездов будут в этом году отремонтированы. Какие это адреса? Это только видно или в других точках Ленинского округа? И какие сроки? Ну, сроки у нас, основной объем работ будут летом, естественно, в летнюю кампанию. Но в прошлом году мы практически те работы, которые можно внутри подъезда делать, заканчивали уже в декабре в конце года. По поводу перечня адресов. Перечень еще расширяется. Я думаю, что по итогам сегодняшнего эфира мы уже выявили некоторые адреса, где необходимо провести ремонтные работы. Здесь на что я хочу обратить внимание. То, что в первую очередь объем работ, которые мы будем проводить, они зависят от собираемости денежных средств. Также еще возможны изменения в софинансировании. То есть, если программа софинансирования со стороны Московской области будет расширена, то мы дополнительные объемы будем выполнять, потому что это очень удобно. Софинансирование составляет порядка 50%. То есть, получается, что, грубо говоря, жители могут за полцены провести какие-то работы определенные. Это очень удобно. И когда функционировала губернаторская программа «Мой подъезд», мы гораздо большие объемы выполняли, чтобы по максимуму освоить такую возможность. И также объем будет зависеть от решения собственников. Потому что довольно часто поступают какие-то инициативные обращения о необходимости проведения работ. И когда мы определяем объем этих работ, цвет стен, цвет плитки, и какие вообще решения архитектурные будут приняты, либо плитка, либо покраска, жители не могут прийти к какому-то консенсусу. И в итоге мы ничего не делаем. Поэтому я хотел отметить председателей многоквартирных домов. Потому что, когда есть председатель старший по дому, гораздо проще работать. Потому что они модерируют всю эту работу. И Людмила Васильевна, и Любовь. Мы их хорошо знаем. И в первую очередь нам необходима какая-то обратная связь от жителей. Потому что если жители сами не могут определить, что именно они хотят, мы бессильны в этой ситуации. И когда есть старший по дому, он конкретно говорит. Свет, материал, фактура. Свет, материал, да. И, соответственно, потом, когда нам необходимо это все оформлять общим собранием собственников, потому что сейчас, чтобы исключить какие-то возможные, возможную коррупцию в том числе, чтобы оптимизировать стоимость, чтобы создать какой-то единый стиль, мы сейчас на общее собрание собственников приходим непосредственно со сметами. То есть они видят, сколько, какое решение стоит. Соответственно, уже тогда они исходят не просто из каких-то творческих пожеланий, а по соотношению цены-качества. Так гораздо проще и нам, и жителям. Продолжают поступать вопросы. Давайте на них ответим. ПЛК, дом 14. Когда будут утепляться дома с 10 по 14? Так, ПЛК 14, у нас утепление фасадов жилых домов, вот как в центре города, они осуществляются фондом капитального ремонта Московской области. Вот поэтому по ПЛК 14, вот как я уже говорил, программа определена до 2022 года. Вот насколько я помню, этот дом не входит. Вот ПЛК 37, он на 2022 год запланирован, ПЛК 14, насколько я помню, нет. Но могу ошибаться. Просит повторить телефон колл-центра. Значит, колл-центр, код 495-107-5173. Работает в рабочее время с 8.30 до 17.30. В будни? В будни, да. Огласите, до какого числа оплачивать платежки. Значит, платежки необходимо оплачивать желательно. Мы стараемся совместно с МОСОБЛ и ЕРЦ, чтобы 1 числа каждого месяца уже платежки были в почтовых ящиках у жителей. Соответственно, до 5 числа мы просим оплачивать. А лучше в тот же день, сразу после получения. И вот вопрос про тарифы. Изменились ли они как-то с нового года или сумма прежняя? Ну, что касается нашего предприятия МУПа, у нас тарифы не изменились. У нас тариф ниже, чем среднеобластной. И он уже не изменялся на протяжении нескольких лет. И в 2021 году также он не будет увеличен. В связи с тем, что последствия ковида еще не до конца побеждены. Многие жители попали в сложную ситуацию. Поэтому по решению администрации городского округа у нас в 2021 году тариф остается прежний. Куда обращаться, если с апреля начисляются неправильные суммы? Вопрос никак не решается. К сожалению, адреса нет, но оставили телефон. Обращаться необходимо прежде всего в Мособлгирц. Здесь нам тяжело что-то прокомментировать. По каким причинам, какие конкретно ошибки в начислениях. Если действительно это вопрос с апреля, то есть уже достаточно длительный, вы можете по номеру колл-центра оставить свои контактные данные, номер лицевого счета, какие конкретно вопросы. И тогда я завтра возьму наличный контроль. Ваш адрес. Заводская 24. Когда проведут капремонт, труб горячей и холодной воды в подвале не делали 40 лет? Здесь то же самое. Мы ограничены по объемам работ. Если действительно острая необходимость стоит, мы можем в рамках текущего ремонта сделать аварийные работы. Если необходима капитальная замена, то эти работы осуществляются за счет средств капитального ремонта. И еще то же самое. Опять же повторюсь, в рамках текущего ремонта, чтобы мы провели работу, жители должны проголосовать за них на собрании собственников. Часто бывает, что жители верхних этажей не считают нужным проводить какие-то работы определенные, просто мы не можем собрать кворум или решение принять. Возвращаясь к теме подъездов, как сделать так, чтобы подъезд попал в программу ремонта? Куда нужно обращаться? К вам непосредственно, добродел? Какой правильный алгоритм действий жителей, которые хотят отремонтировать свой дом? Если жители видят необходимость проведения текущего ремонта в их подъездах, соответственно, необходимо обратиться в наш адрес, в МУП. Мы ведем работу со старшими по домам, практически со всеми. Соответственно, я думаю, что, скорее всего, те жители, которые обращаются с необходимостью проведения ремонтных работ, у них просто, скорее всего, нет старшего по дому, нет председателя МКД. Потому что, как правило, именно председатели модерируют эту работу. Мы очень благодарны ассоциации председателя многоквартирных домов и Ленинскому отделению за их работу, потому что они очень сильно помогают получить какую-то обратную связь от жителей. А так необходимо определить, что жители хотят провести, какие работы. Мы после этого проводим дефектовку, подготавливаем смету, и жители должны на общем собрании собственников проголосовать, определить, какой перечень работ будет осуществлен. Ну и, соответственно, есть определенные ограничения, это наличие денежных средств на счете дома и прочее. Но, в принципе, все вопросы, они решаемы. Получается, чем более дружные соседи, тем ремонт более вероятен, да? Ну, в принципе, да. По поводу самого дизайна подъездов, мы видели из сюжета, что жители на школьной проявили фантазию, очень симпатичный у них получился, конечно, холл. Вы по какому-то единому стандарту работаете или всегда прислушиваетесь к мнению? Или у вас там, не знаю, несколько вариантов есть, и можно что-то выбрать? Ну, у нас, в принципе, есть несколько там базовых вариантов. Но, естественно, жители, мы не можем навязать свои решения жителям, они поэтому там каждый во что гораст. Но я вот, как говорил в сюжете, в 2020 году были хорошие достаточно ремонтные работы проведены, причем разные. Вот школьная 81, который в сюжет вошел, адрес, там был довольно дорогостоящий ремонт, то есть там с видеокамерами, с установкой, с плиткой, с хромированными поручнями, с заменой входных групп. То есть, ну, большой объем работ был проведен. Также там лифты были заменены полностью. Это, соответственно, одна стоимость. Есть у нас по ПЛК-5 проведены работы, там бюджет гораздо меньше был, ну, тоже как косметический ремонт. И ПЛК-42, там что-то в среднее, такой средний ценовой сегмент. Поэтому там в зависимости от дома, в зависимости от размера, в зависимости от того, какая сумма на счете дома саккумулирована, вот жители смогут выбрать. И напоследок еще один вопрос. Сказали, что платежки приносят 1-го числа, на ПЛК-14 их приносят 9-го или 10-го числа. С чем это может быть связано? К чему задержка? Ну, задержки быть не должно. Мы примем меры, будем раньше предоставлять. Михаил Михайлович, спасибо за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Я напомню, что у нас в гостях был генеральный директор, муниципальной управляющей компании, МУП УК ЖКХ, Михаил Соломатин. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин